То есть при создании торгового знака и логотипа, потому что самую большую защиту дает не только словесный торговый знак, а также комбинация с логотипом. Желательно всегда использовать не одно слово, а два слова. Это дает больше шансов на положительный результат экспертизы в USPTO. Денис, можно следующий слайд? Всегда нужно думать о том, что при выборе логотипа не заказывайте логотипы на каких-то сайтах, где все это предлагается, скажем так, по оптовым, розочным ценам и так далее. Потому что у большинства дизайнеров есть стандартный набор этих логотипов, которые они прекрасно держат, и они их практически штампуют нон-стоп. То есть один и тот же логотип может быть у сотни клиентов. Обычно они делают логотипы просто для фирм, с учетом того, что каждая фирма находится в разных городах или разных странах. Когда вы собираетесь регистрировать торговый знак, такие логотипы вам, естественно, не подойдут. Экспертиза найдет, скорее всего, подобный логотип или точно такой же. И вам дадут отказ. Что касается… Вот смотрите, вот здесь вот слайд справа. Стандартный рисунок, которым, в принципе, завален весь интернет. Слева уже стилизованный, сделанный частным дизайнером, то есть под заказ, когда дизайнера предупредили, что это должна быть единственная работа, и эти права у него выкупаются лично. Вот слева сделан, на мой взгляд, это просто пример, как можно сделать хороший 3D логотип, который действительно навсегда останется уникальным и будет запоминающимся, и будет выделять вас на рынке. То есть логотип и торговый знак, в первую очередь, выделяют вас на рынке и дают вам, скажем так, дают вашим клиентам право вас запомнить и выделять. Денис, можно на следующий сайт? Также часто попадаются копии логотипов или, скажем так, попытки подстроиться под стандартные или общеизвестные логотипы. К примеру, перерисовка логотипа BMW и так далее, те же самые попытки подрисовки под логотип Windows и тому подобное, со стопроцентной вероятностью будут в результате экспертизы отсеяны. Также, да, вот здесь как раз пример BMW. Мы видим слева попытку сделать логотип под BMW, естественно, она была отказана. Также, ну то есть, в первую очередь, не стоит заниматься плагиатом, когда вы делаете логотип или подбираете свое слово к торговому знаку, старайтесь выйти из какого-то стандартного шаблона. При выборе слов для торгового знака первое правило – никогда не выбирайте что-то наподобие масла масляного. Для масла не выбирайте торговый знак, который будет как-то связан с этим. Может, он должен только напоминать об этом или подразумевать. Высшим пилотажем по защите и по подборке торгового знака считается выбор какого-то синтетического слова или фантастического, которое напоминает. Допустим, для какого-то средства для тараканов, было бы неплохо, к примеру, выбрать торговый знак «Хищник» и какой-либо логотип тоже с изображением хищника. Как бы с тараканами не связано, но что-то это напоминает и подразумевает. Для клиента создает ассоциативный ряд, назовем это так. Можно следующий слайд, Денис? Что касается 100% отрицательных примеров, то, чего не нужно делать при выборе своего торгового знака, именно вербального словесного ряда, нужно проверять те слова, которые вы выбираете на перевод. К примеру, очень часто люди выбирают такие слова, как «лупа», «вита», «волна» по-русски. Казалось бы, «волна» в Америке не должна встречаться никак, но экспертиза переводит слово «волна» как «вейв» и, естественно, находит миллионы подобных заявок, уже выданных торговых знаков и выдает отказ. То же самое «лупа». «Лупа», казалось бы, очень выделяющееся слово, но те, кто знает латинскую группу или просто проверит перевод слова «лупа» с итальянского – это «волк», на английском – это «волв». Автоматная экспертиза, когда делает данный перевод, находит миллионы подобных торговых знаков и выдает отказ. То есть это стандартные, примитивные ошибки, которые попадаются в большинство новичков и людей, которые, скажем так, далеки от данной сферы. У нас недавно была клиентка, которая не хотела бы выдавать ее торговый знак, вернее, просто бренд, потому что торговый знак она не получит, она практически получила отказ от USPTO. Она выбрала себе что-то типа «масло масляное» и «лупа». То есть USPTO перевела данное слово и дала ей отказ, причем у нее был торговый знак из двух слов, и дала ей отказ по обоим словам, по неправильной классификации, по транслитерации и так далее. То есть женщина уже открыла свою ферму именно с этим торговым знаком, брендом, скажем так, потому что торговый знак она теперь не получит. И, грубо говоря, она не уточняла через кого и как она обратилась, но ей зарегистрировали, то есть помогли оформить эти документы, и практически она сама вот так вот подала, обосновывая свои решения тем, что она просто забила в USPTO в поиск, что «лупа» не было, значит, все, она должна получить данный торговый знак. Вот на этих мотивах она подала заявку и получила отказ. Теперь практически в данной ситуации ничего нельзя сделать. То есть отказ идет по обоим словам, по классификации и так далее. А ведет к отказу-то и людям просто объясни, многие не понимают. Просто когда один раз, я так понимаю, мы заплатили пошли, но мы заплатили за подачу документов, деньги сгорают. Да, естественно. Просто деньги сгорают. И практически ничего нельзя делать. Вот я говорю, на практике у нее уже товары продаются, очень хорошо продаются. У нее уже открытая фирма в Америке, причем с этим же названием. Но из-за того, что она не сделала предварительный поиск, не обратилась к специалистам, теперь у нее будут сумасшедшие затраты на весь этот ребрендинг, на переименование и так далее. Ну, в общем, это деньги не просто, которые она потратила, сгорели не только те деньги, которые она заплатила за регистрацию, сгорела еще куча денег, которые она вложила в раскрутку бренда и также в создание фирмы под этим брендом. Ну, в общем-то, ситуация такая, знаете, как прежде чем что-либо открывать и начинать какой-то бизнес. Проверьте ситуацию, не лезьте в вагоне, пламя, не имея даже малейшего понятия о ситуации на рынке. Так, вот здесь вот пример работы дизайнера. То есть речь идет о путешествиях, логотип, и вот потихонечку был разработан вариации логотипа на тематику путешествий, по-моему, если мне не изменяет память. Можно следующий сайт? Сейчас. Вопросы потом, после, то есть, потому что они сейчас провалятся, мы сейчас до конца расскажем уже, а потом тогда на вопросы ответим. Вдруг по букву R и про торговую марку, про вот эти вот все, расскажи тоже. Когда можно их ставить, когда нельзя их ставить, при подаче, при получении уже? То есть при подаче, с момента подачи у вас наступает так называемое превентивное право действия торгового знака. То есть вы у себя можете писать, вообще-то, трейдмарк пендинг, но обычно на Амазоне люди не делают разницы и просто пишут патент пендинг, что не совсем корректно и правильно. Что касается, есть еще такой очень интересный нюанс. Когда вы подаете на регистрацию торгового знака, вы можете вот с момента, как вы подали, допустим, на следующий день, вот у вас уже есть номер, вы можете написать официальное письмо всем вашим конкурентам, которые нарушают ваши права и предупредить их, чтобы они прекратили использовать ваш торговый знак, либо нарушать данные права. С таким условием, что если они не прекратят, то когда вы получите торговый знак, вы с них имеете право абсолютно законно взыскать моральный ущерб с момента письменного предупреждения. То есть практически за 6-7 месяцев, а то и за год, пока будет идти процедура регистрации, вы уже имеете право предупреждать людей, что вы будете с них взыскивать моральный ущерб. Денис, можно, пожалуйста, следующий слайд? Ой, слайд. Что касается использования знаков TM и BD, они используются только после получения. Copyright, вот это был значок этот, больше относится к авторским правам. Данная область используется для программного обеспечения. Если будете торговать, допустим, программами или книгами, это уже больше относится к области Copyright. Что касается расценок на торговый знак, предварительный поиск стоит 100 долларов, по времени он занимает неделю. Бывает быстрее, в зависимости от нагрузки и сложности. Также нужно проводить разницу, сколько у вас товаров. Проще под одним брендом работать группой каких-то товаров. И когда выполняется поиск, естественно, это проще и быстрее. И дешевле, чем проверять по каждому, каждый товар, допустим, по 100 долларов и так далее. Можно ускорить поиск, допустим, сутки-две. Это будет стоить 160 долларов. Регистрация, в принципе, занимает 6 месяцев. Сумма от 675 долларов. Это зависит, конечно, от количества товаров. Но больше это зависит от количества класса. Потому что в один класс могут входить несколько товаров. К примеру, компьютерная мышка, клавиатура, наушники входят в один класс. Но, к примеру, игровая клавиатура входит в другой класс. Получается, что если вы торгуете, допустим, компьютерной мышкой простой и игровой, вам придется платить за два класса. И это будет уже не 675 долларов, а 675 долларов плюс 275. Объясни, что такое 275, потому что в 675 входит... 275 – это госпошлина, которая платится непосредственно... За каждый класс? ...момент подачи. Да, за каждый класс платится в USP Tour. И там есть два варианта, насколько я помню, 225 и 275. 275 нам дает возможность ошибиться немножко, скорректироваться. 225 – это строгая подача, которой может пользоваться только потянные поверенные. И даже они не рискуют, потому что за малейшую ошибку вас оштрафуют, если я не ошибаюсь, по-моему, 125 долларов или 150. И переведут в категорию 275, и вы еще и штраф заплатите. И, в общем, это абсолютно невыгодная, скажем так, вероятность. Есть еще вариант подачи за 400 долларов. Это при, скажем так, большем количестве ошибок и бумажном оформлении документов. Но, в принципе, самым оптимальным является вариант подачи за 275 долларов, потому что он позволяет все-таки, скажем так, делать какие-либо ошибки, которые ведомство берется исправить за вас. Это такой более-менее оптимальный вариант. Не все, конечно, какие-то мелочи, потому что сам принцип экспертизы, они, во-первых, очень жестко относятся к классификации. Малейшая ошибка в классификации вам высылают объекцию, на которую вам нужно отвечать. Это дополнительные расходы. И не говоря о том, о тех ситуациях, что есть миллионы торговых знаков, которые могут быть похожи на ваш. И если эксперты ЮСПТО посчитают, что он похож, вам придется доказывать, что вы отличаетесь, что ваш торговый знак отличается, и что, допустим, эти торговые знаки используются в разных торговых нишах. Очень часто, очень интересен принцип американской экспертизы, который, в принципе, не используется нигде в других странах. У них есть принцип товара, встречающийся на одной полке. То есть, на примере это выглядит так. Майка и шорты – одинаковые товары. В смысле, разные товары, но с одинаковым логотипом. Но экспертиза даст отказ, потому что они считают, что майка и шорты встречаются в магазине на одной полке, и потребитель... И это будет вводить потребителя в заблуждение. То есть, нужно понимать, что есть куча нюансов. Не только просто правильная классификация, но еще и вот есть такие нюансы. Для примера принцип одной полки. Также при начале, скажем так, торговли, вернее регистрации, желательно определиться, какие товары вы сразу же будете торговать, и какими вы будете торговать впоследствии. Допустим, у вас есть право после регистрации торгового знака через полгода начать торговать некоторыми товарами. Но это будет дороже. То есть, там будут дополнительные пошлины. Если вы не начнете торговать данными товарами, вас лишат права в данной категории на торговый знак. Но, в принципе, за 150 долларов вы можете продлевать каждый... По данный период неиспользования торгового знака по категориям за 150 долларов на полгода. Так можно делать 6 раз. То есть, до 3 лет вы можете не использовать какой-то товар, не начать торговать каким-то товаром. Также вот можно заказать поиск у самого американского ведомства. Он стоит 600 долларов. Поиск, конечно, более качественный, более точный, потому что, естественно, там работают эксперты и делают поиск прямо у себя в базе. У них намного больший доступ. То есть, они видят заявки, которые только в процессе, которые еще не опубликованы. Нужно понимать, что есть понятие приоритета. На практике это выглядит так. Джон в штате Юта начал торговать, зарегистрировал торговый знак и через 6 месяцев у него есть право перейти из штата Юта на федеральный уровень. То есть, на все штаты. И вот он переходит с регистрацией своего торгового знака на уровень федеральный с датой, которая полгода назад. с приоритетом, так называемым. То есть, вот на данный момент мы делаем сегодня поиск. Завтра он публикуется, его заявка, и у него дата приоритета на полгода назад. В данном случае, по решению экспертизы, если будут одинаковые знаки или похожие, экспертиза примет его сторону, потому что у него приоритет. Вот это вот яркий примет, чем выгоден патент-бендинг. То есть, там такая же система. Вы подаете на патент, год торгуете и смотрите. Идут продажи хорошо, переводите патент-бендинг в патент на дизайн, к примеру, или патент на изобретение. И с датой на год назад. Это называется приоритет. Вот чем выгоден патент-бендинг? Это бронирование. И также при патент-бендинге вы получаете номер и право писать на вашей страничке, на листинге патент-бендинг. И иметь номер. И иметь номер. И защита. Правильно? Еще номер имеем. Номер имеем. Подтверждаем номер, который можно проверить. Да, конечно. Есть номер. Да. Номер обязательно есть. Можно на следующий слайд. То есть, получается, я хотел уточнить, здесь у нас проверка 100 долларов, у них проверка 600 долларов. Но, естественно, более качественная. Оформление документов американских... А, это тоже не дают. Да, оформление документов американских патентных поверных от 875 долларов. Ну, как правило, это где-то около... Здесь мы по минимуму все это записываем. Да. То есть, это в любом случае где-то полтора, в два раза всегда дороже. Да, конечно. Теперь идем по патентам. Торговые марки как бы обсудили. Потом будем уже конкретно все касающееся Амазона. Буду уже сам вопрос задавать там. Надеюсь, накидаете. Так, предварительный поиск. Смотрите, вообще, опять же, давайте вернемся к тому, что по каким-то правилам, вернее, даже грамматики ведения бизнеса, перед тем, как начать чем-то торговать в любой стране, любой серьезный бизнес-мейл в первую очередь проверяет патенты, если это какое-то техническое устройство. В Америке проверяются патенты на дизайн обязательно, если это как-то связано с формой либо с орнаментом. И, естественно, проверяются торговые знаки в данной области, чтобы, скажем так, не быть оштрафованным за нарушение прав интеллектуальной собственности. Все это делается до того, как будет открыта фирма, до того, как появится первая реклама, до того, как будет завезен товар. На практике очень интересен такой показательный пример. Клиенты заключили контракт на покупку и продажу электронных сигарет в одной из стран Европы. когда они посмотрели, что у них очень хорошо идут продажи, появились, скажем так, их конкуренты, которые тоже начали потихонечку завозить этот же товар на этот же рынок. Что, естественно, не понравилось, скажем так, моим клиентам. они сделали такой вот интересный, скажем так, ход. Они зарегистрировали торговую марку китайца в одной из стран Европы, там, где они работали. Таким образом, они блокировали рынок для всех остальных. при получении торгового знака можно подать заявку на таможню о неввозе данных товаров в данную страну. Потом они вышли на китайского производителя, уже имея зарегистрированный торговый знак и заключили с ним эксклюзивное право на торговлю в данном регионе. Теперь все конкуренты в данной стране обязаны покупать товар только у них. Очень такое интересное экономическое потому что китайцы в этой стране свой торговый знак не зарегистрировали. То есть нас пугает все время, что китайцы обыгрывают нас, а эти товарищи обыграли китайцы. Да, мои клиенты очень грамотно подошли к данному вопросу и зарегистрировали не один торговый знак, а целую группу торговых знаков обезопасили свой бизнес. Теперь они эксклюзивные поставщики. Так, давайте вернемся все-таки к патент-пеннингу. В первую очередь делается поиск. Смотрится, какие патенты можно зарегистрировать. Очень частый случай, что можно сделать свой патент обходной. Это, конечно, стоит дороже. это требует анализа точного и разработки, скажем так, чертежей либо каких-то идей на практике. Как пример, такой упрощенный пример, допустим, у нас есть чашка или рюкзак или еще что-то, которые, в принципе, являются стандартными утилитарными предметами. Но, если вы добавляете к рюкзаку секретный карман или еще какие-то щипчики, пимпочки и так далее, это уже тянет на патент, на дизайн, либо на, если это техническое устройство, то нужно добавлять какой-то новый объект, новые свойства. В принципе, вполне возможно делать патенты. Ты мне говорил, что старые товары запатентовать нельзя. Если больше года товар на рынке, уже запатентовать его задним числом нельзя. Да. Патент на дизайн, если он, товар больше года на рынке, американское ведомство, когда делает поиск, они обязательно его находят. Они очень скрупулезно относятся к данному вопросу. А вот в Европе они больше декларативно относятся к данному вопросу, особенно к патенту на дизайн. Там намного проще патентовать. Они, в принципе, не сильно проверяют этот принцип года. Хотел еще спросить, а если, например, это устройство пластиковое, а появилась новая модель, такая же, в той же, только металлическая, можно ли это сделать? Запатентовать, то есть какой-то патент на дизайн или на что это? На материалы, на что это? В принципе, это патент на изобретение. То есть, патент на дизайн. Давайте вот сразу же проведем разницу, в чем патент, что такое патент на дизайн, что такое патент на изобретение, так называемый патент-утилити. Всем знакомы очки Polaroid. Форма очков, это патент на дизайн. Какие-то, орнамент какой-то на этих очках, это патент на дизайн. Но то, как они работают, то, как они преломляют свет, поляризуют его, это уже патент на изобретение. Хочу заметить, что очень ощутимая разница в цене по регистрации и данных патентов. Если патент на дизайн это порядок где-то двух тысяч, двух семьсот тысяч долларов, то патент на изобретение это порядок от пяти тысяч и выше. То есть за пять тысяч долларов вам зарегистрируют, ну то есть это накладные расходы, скажем так. Это самое простейшее изобретение в Америке обходится в пять тысяч долларов. Для примера это может быть простой какой-то переключатель или скрепка для бумаги. Серьезные патентные изобретения в Америке нужно рассчитывать на суммы 10, 15, 20 тысяч долларов. То есть это такое я бы назвал серьезный бизнес-подход и мы будем надеяться, что появятся серьезные клиенты, у которых будет, во-первых, данный товар, который стоит заплатить. Ну это больше такие кикстартеры или производители, которые, то есть это ближе вот к этому на данный момент я вижу. Тут еще вопрос по локации. Локация отдельно каждой стране по отдельности и торговая марка и патент, правильно? Но есть приоритеты? Да, и приоритеты. То есть особенно вот по торговым знакам нюансы не только локации, но и классификации. Могут быть одинаковые торговые знаки, но в разных классах. Допустим, для минеральной воды Аква и для трусов Аква оба бренда будут работать. Они не встречаются на одной полке, они разных классов, экспертиза даст положительный результат, оба бренда будут работать. Но регистрировано надо будет и в Канаде, и в Европе отдельно, то есть Европа для всей Европы, я так понимаю, для Америки отдельно. Европа отдельно, каждая страна. Даже так? Ну вот так, знаешь, Европа отдельно, каждая страна. Замечательно. Патент для патент пендинга, в принципе, патент пендинг дает нам право получить приоритет, а если быть точнее, бронь на один год и скажем так, на практике за этот год можно понять хорошо, если хорошо торгуется товар, то можно переходить с патент пендинга на патент дизайн. Что нам дает патент пендинг? Он дает нам только оборону, чтобы на нас смотрели и не хотели нас трогать. В принципе, это активная оборона, в смысле, это оборона, но есть еще маленький нюанс, что если вы серьезно рассчитываете переходить с патент пендинга на патент, то опять же появляется моральное право, что с того момента, как вы предупредили ваших конкурентов, вы сможете снять с них моральный ущерб, когда получите сертификат. То есть можно их предупредить, чтобы они то есть именно в уведомительной форме, но это просто надо грамотное письмо составить, что у нас вот есть патент, номер такой, патент пендинги, и когда мы получим, мы вам предъявим. Ну это круто, я считаю, то есть это практически на самом деле это атака. То есть это оборона идет такая негласная, то есть люди посмотрят, вот и лично я когда делаю ресерч, и когда я вижу патент пендинг, если еще и там номер стоит, ну мне, мне, мне честно могу сказать, даже в голову не придет торговать таким товаром. Ну просто вообще. Пропадает желание, да? Ну да, вообще пропадает. То есть если там номера нет, начинаешь там это, и то как-то прям так неприятно. Вот. А если, грубо говоря, там с номером через зуб просто пробил, проверил там все дела, думаешь, да нафиг он мне нужен. Ну вот, то есть я даже, я не то, что кому-то посоветую, там, кого консультирую, я себе такой товар не возьму, даже если он там супер какой-то прибыльный и так далее. Ну вот, так что вот просто бывает такая ситуация, что патент пендинг не видно, как мы вот как раз фиджет кьюбом с этим связались, и когда как раз ты сказал, что он в пендинге идет, то есть там то и гляди, закроется все. Вот, то же самое и здесь, и за это надо все это проверять. Поехали дальше. Можно следующий сайт? А, вот насчет патент пендинга. Патент пендинг идет от 600 долларов, у американских юристов патент пендинг идет от полторы тысячи долларов, и то, я сомневаюсь, что где-то можно найти такие цены. В принципе, нужно рассчитывать где-то от двух тысяч, если хотите с ними работать. Кстати, мы без проблем можем при серьезных делах направлять на американских юристов. То есть есть такие связи, это не проблема. Для патент-пендинга в основном требуется чертеж либо рисунки. Обычно, если это патентный дизайн, то это рисунки и описание какое-то. Ну вот, по поводу как раз вот когда зарегистрирован патент-пендинг. Будет ли Амазон банить конкурентов или только при получении самого патента? Смысл какой? А, сейчас мы просто закончим все это и по рент-регистри, и по всем этим моментам. Это уже больше касается меня, чем Александра. То есть он сейчас рассказывает именно про механику и все наглядно, чтобы было видно, где прочитать. А потом как раз я перейду на наш язык, как мы можем это использовать, как я это использую, как я вижу это использовать именно на Амазоне. Так что чуть-чуть просто попозже. Так, поехали. Следующий? Да, следующий. слайд. А теперь слайды пошли. У нас просто все это больная тема бренд-регистри, и вот из-за этого нам надо как раз подытожить. Хочу подытожить просто, и много очень таких противоречивых вопросов, ответов. Я что-то никак не пойму, откуда люди вообще все это берут. Хотелось бы развеять все эти моменты. Но мы сначала им дадим базу. Базу, я надеюсь, до кого сразу не дойдет, пересмотреть будет возможность не раз. Потому что это действительно вот, ну я потом свою историю расскажу, как мы пытались зарегистрировать свою торговую марку, заведомо все продумать и так и не смогли. К тому же не так все просто. Так, при потянке на дизайн очень интересна вот такая ситуация. Показательная ситуация. Когда, допустим, вы торгуете к примеру, рюкзачком каким-то там, ну скажем так, какими-то шортами, еще что-то в этом роде. Можно перед тем, как торговать данными товарами, нужно обязательно проверять на патент на дизайн. К примеру, всем известные вот рюкзаки милитари типа или там с одной лямкой. Есть куча запатентованных дизайнов на эти товары. То есть в один определенный момент вы можете проснуться с заблокированным листингом. Причем очень активно поднялась эта волна использования патентов на дизайн буквально вот последний год, я бы так сказал, полтора-два. И очень много этих патентов, которые сейчас идут только в процедуре рассмотрения. И то, что я говорил, вот я недавно делал поиски и заметил, что где-то около десяти патентов шли из Европы и два из Китая. То есть это заявки, у которых приоритет европейский, китайский и где-то в течение года они всплывут в Америке. Там будет первая публикация и тогда люди, которые торгуют данными товарами, в принципе, проснутся с баном либо с проблемами. Это вот, что касается патента на дизайн. Предварительный поиск 100 долларов, по сценке одинаковые, ускорение 160 долларов. Процедура получения патента на дизайн приблизительно около года, я бы даже сказал чуть-чуть больше. Ну, это зависит от удачи. В принципе, нужно рассчитывать на сумму где-то от 2000 долларов плюс где-то 500 долларов за чертежи. Если вы сможете подготовить качественные грамотные рисунки, чертежи, естественно, эта сумма выпадает. Потом есть такса за поддержание в силе. То есть нужно понимать, что торговый знак действует до бесконечности. Каждые 10 лет вы платите определенную таксу и продлеваете его силу юридическую. Патент в Америке длится, то есть его сила действия 15 лет. Вы платите таксу за поддержание в силе и на 15 лет данный патент действительен. Дальше никак его продлить невозможно. Он теряет свою новизну и юридическую силу. Такой вот не аст. Что касается ну и естественно для сравнения цены на патент на дизайн у американских патентных поверенных это минимум 3 тысячи 3 с половиной тысячи минимальные такие таксы и показательный еще вариант что патент на изобретение Денис если можно следующий слайд. Давай сейчас закончим и вопрос чуть позже тут вот уже пошли по мадридскому соглашению и так далее такие специфические вопросы. По мадридскому соглашению сразу же скажу дороже. То есть если вы подаете в своей стране в Европе переходите по мадридскому протоколу к примеру в Штаты выходит дороже и еще есть огромный минус что если в вашем родном ведомстве в вашей стране вам откажут по какой-либо причине в торговом знаке а такое бывает довольно-таки в зависимости от законодательства и экспертов в данной стране то вам автоматически аннулируют уже допустим полученное решение в США потому что эти две заявки связаны то есть это огромный минус вы рискуете в два раза мало того что вы в США рискуете вы еще рискуете в своем родном ведомстве ну в своей родной стране поэтому я считаю это абсолютно нецелесообразно мало того что это дорого это двойной риск мадридский протокол поэтому я пришел к такому выводу да Денис давайте определимся с патентами и изобретениями нужно понимать что есть уровни защиты я бы сказал даже сила защиты то есть в принципе патент на дизайн он защищает просто форму и какой-то орнадо но если есть у вас какое-то устройство то о чем к примеру говорил Денис что было сделано из пластика стали делать из металла добавили какой-то замочек это уже конкретный пример того как получить патентное изобретение при грамотном описании патента можно спокойно получить патентное изобретение и заблокировать полностью рынок то есть это стопроцентная гарантия на блокировку рынка если патент на дизайн можно пришить к рюкзаку карман и еще что-то его скажем так можно быть то патентное изобретение очень-очень сложно быть и так же он действует территориально к сожалению по сравнению со странами СНГ то же самое Европой цены на патент именно на изобретение в США заоблачные потому что они считают что это как говорится самый высший уровень защиты поэтому даже сами американские патентные поверенные адвокаты берут сумасшедшие просто сумма у нас недавно был прецедент когда за технический перевод патента на изобретение в 100 страниц была получена сумма в 5000 долларов то есть нужно понимать что это очень серьезный бизнес и к этому нужно серьезно подходить что еще добавить в принципе тоже когда торгуете какими-то может быть не фиджетами но есть всякие технические средства обязательно нужно делать патентный поиск и смотреть чтобы не было такого патента на изобретение который просто в один прекрасный момент тот же самый китаец или грамотный человек сделает патентное изобретение и просто накроет весь рынок всю эту нишу ну все понятно давайте теперь по вопросам не будем затягивать удовольствие у нас получается вот я по вопросам пробегу сейчас по территориальности сказали если регистрировать по мадридскому сказали когда зарегистрировал патент пендинг будет ли амазон баня с конкурентов так сейчас я к этому вернусь вопрос вопрос по торговой марке что наш гость думает международная регистрация торговой марки основанная мадридском соглашении ответили что необходимо сделать для того чтобы запатентовать зарегистрировать название например как это сделал термос ну вот как раз по этой ситуации я хочу свою ситуацию рассказать мы как бы об этом говорим я это вот с Александром познакомился меньше месяца назад то есть мы потихонечку потихонечку в раскачку в развалочку разбираемся как это все сделать он не объясняет он амазоном как бы не занимался никогда я наоборот соответственно не понимаю что как регистрировать у меня получилась такая история он мне объяснил как это все надо сделать и мы выбрали синтетическое слово которого нет вообще нигде причем он проверил нигде нет и он мне все равно сказал что надо еще одно синтетическое слово не подошло слово какое-нибудь кронопекс тронос какой-нибудь и второе слово например офисал или там что я тебе там еще писал офишал да офишал натурал да такие вот слова прилагательные так скажем они не подошли и мы это делали на скокупте что мы это узнали после того постфакту и решили переделать свой товар по другим брендам и не смогли то есть за неделю если этим профессионально не заниматься мы сидели придумали придумали разные логотипы варианты не получилось и мы просто на это плюнули временно и просто у нас как бы будет название марки модели а логотип мы уже отдельно делаем почему я им как раз сказал это убийца маркетолога потому что с такими названиями непонятными аж челюсть сводят из-за этого не хочется такой дрянь регистрировать просто-напросто из-за этого к этому действительно надо серьезно подходить я не шучу думаю ответил по поводу регистрации то есть что вы хотите чаще всего уже занято да можно типа термос регистрировать он может зарегистрировал там в 70-м или в 30-м году вот а может быть кто-то зарегистрировал он у него купил например ну и так далее правильно вот ситуация может быть простых слов это как у наших детей или у наших там внуков уже почт нормальных адресов не будет вот так же из этой ситуации а здесь еще круче так если есть патент на изобретение в РФМ может ли другой человек все тупо скопировать перевести на английский и запатентовать в США спокойно может я так понимаю не совсем нет расскажи это в смысле Россия да да не совсем тупо скопировать не получится потому что патентное изобретение проверяется на новизну но грамотный патентный поверенный юрист добавит какую-то мелочь которая позволит получить похожий патент в США ну то есть ты получаешь себя противоречит тогда получается территориальный все-таки влияет каким-то образом то есть объясни это новизна подожди территориальный влияет только на защиту а новизна мировая то есть для того чтобы есть изобретение а есть на дизайн здесь об изобретении говорим патентное изобретение да вот именно о изобретении в принципе данный патент должен быть отказан по новизне но как я говорил грамотный патентный поверенный перед ну добавит что-то какую-то мелочь которая позволит получить доработанный данный патент это очень частая практика очень много советских патентов и российских перекупаются русскоязычными патентными поверенными и регистрируются переделываются то есть я даже больше скажу что американская система что касается патентов она более я бы так выразил декларативная то есть они больше надеются на самого изобретателя что вот в отличие от той же самой российской или европейской экспертизе где экспертиза проверяет все по существу то есть действительно ли это будет работать сто процентов ли это будет работать то в Америке они говорят ну если заявить если изобретатель считает что это будет работать то мы ему верим я все равно не понял ты мне говоришь что для каждой страны отдельный патент ну то есть то есть я получается ограничительные работают а зарегистрировать не могу то есть мне надо обязательно в разных странах регистрировать но ты говоришь что на российские будут внимание обращать как это не дойдет сам принцип получения патента значит что должна быть новизна патентное изобретение ну что такое изобретение это что-то новое либо переделанное старое что дало что-то какое-то новое свойство зависит все короче от принципа новизны я понял поехали дальше если есть так значит ворд энд лого торговая марка тоже занимает 6 месяцев вопрос что-то не пойму а ворд что такое имеется ввиду ворд энд лого наверное а слово слово и рисунок слово и рисунок понял да слово и логотип да все занимает одинаковые сроки в принципе выгоднее регистрировать одновременно и то и то второй следующий вопрос то есть можно предъявить российский патент на амазоне нет он не будет действовать в США а принцип новизны тогда вот у человека такой же принцип новизны только для регистрации понятно то есть короче а когда он уже получен только по странам так ладно давайте отвечу на вопрос вот такой вот когда зарегистрирован патент пендинг будет ли амазон банить конкурентов или только при получении своего патента на самом деле мы сейчас пойдем немножко вглубь раскрою эту тему надеюсь будет доходчивым языком не юридически а именно как продавец на амазоне мы делали когда я начинал там летом про бренд регистр еще летом толком никто не слышал ну по крайней мере я таких не знал а я знал много людей бренд регистр появился у нас осенью ну где-то сентябрь конец наверное вот так где-то в постоянно амазон меняя правила своей игры вот где-то мы кайфовали наверное октябрь середина сентября наверное до начала ноября было очень классно когда бренд регистр работал и когда к нам прицеплялся хеджекер так называемый и мы могли пожаловаться в поддержку и практически мгновенно его убирали даже мы делали не так а мы их даже пугали письмами писали им письма и практически у всех они работали это была осень вот в ноябре амазон поменял правила игры и очень серьезно ужесточил дропшипперам хоть джекерам неважно как назвать жизнь тем что еще кто помнит там по-моему 2000 долларов то есть прицепляться на какие-то крутые листинги с крутыми брендами вот не знаю там бренд гейтинг сделали уже в тот момент или нет тоже этого никто не знал но в любом случае очень сильно прижали дропшиппер дропшипперам в ноябре начали стонать просто вот но одновременно по всей видимости амазон опустил вожжи и разрешил на вот эти наши типа типа бренд регистри типа что-то такое непонятное вот такое франкенштейна какого-то он просто разрешил это все делать и пошли как раз жалобы вот с декабря месяца с конца ноября о том что цепляются к лисингам и каждый борется по-разному кому какой индус попадется до какого индуса я не знаю там дошла информация что можно делать что нельзя делать в конечном итоге все сошлось на то что единственный нормальный способ защиты был выкуп своего товара у конкурента типа своего товара то есть раз он торгует на моем лисинге мы соответственно считаем что нашим товаром разговоры были это те кто по купонам получал товары но купоны 3 октября закончились по большому счету у нас остались чисто вот такие подделки так скажем вот по этим подделкам мы соответственно делаем выкупы покупатель должен бывало даже одного было недостаточно 2-3 покупателя делали выкупы жаловали сделали возврат и после этого только выкидывали этого хайджекера но сами понимаете таких друзей которые постоянно делать выкупы будут не так много у кого-то и чем лучше продается товар тем их больше то есть цепляется по нескольких человек в день вот и с ними застрелишься таким макаром бороться было удобно через чат амазон это делал там в течение час пока мы выкуп сделаем пока товар доедет даже по прайму это сколько времени за и ну такая история и соответственно на данный момент никакой патент пендинг нас от этого не спасет нас спасет исключительно торговая марка что было раньше даже когда золотые месяца бренд регистри если у нас есть зарегистрирована торговая марка на амазоне тогда и сейчас она никак нас не спасала от внешней торговой марки которая зарегистрирована например в США мы торгуем в США сделали бренд регистри на наш любимый там бренд неважно как он называется зеленый пылесос например и человек до того как уже это была марка мы ее где-то проглядели или после того как то есть он увидел что у нас зеленый пылесос продается там я не знаю по 200 штук в день с бешеной наценкой вот он ее зарегистрировал а может также он сделал например вот эту вот торговую марку в регистрации напишет нам письмо что извини братан или ты прекращаешь торговать или через 6 месяцев так как скорее всего он мне зарегистрирует ты будешь мне платить потому что у нас не было никакого приоритета правильно Саш бренд регистри не дает никакого приоритета это просто фуфло это просто игра внутри Амазона Амазон правило все не так сделает за тредок вот и все соответственно торговая марка если была бы сейчас или тогда это было бы достаточно вполне просто мы про бренд регистри узнали осенью а про торговую марку мы узнали ну так вот нормально плотно кому можно обратиться за разумные деньги я лично узнал там ну несколько месяцев назад всего-навсего вот несколько человек этим занимается то есть мы как раз начали об этом разговор соответственно если у вас сейчас вот у меня по крайней мере люди которые обращаются в поддержку и спрашивают я вот у меня есть торговая марка а уберите пожалуйста вот он торгует не моим товаром они что говорят у вас недостаточно доказательств там туда-сюда если бы у вас была торговая марка или хотя бы торговая марка в регистрации вот просто напишите сейчас кому не лень кто хочет это проверить и кто хочет это проверить на самом деле напишите в чат поддержки амазона и спросите будет ли достаточно зарегистрированной торговой марки чтобы брать у вас из из лисинга из байбокса конкурента то есть если посмотрите что вам ответит мы уже это проверяли так что я знаю что ответит но в любом случае попробуйте это будет интересно и напишите второй вопрос будет ли достаточно не зарегистрированной торговой марки которая находится в процессе регистрации у меня есть история человека которого забанили вот он хорошо достаточно продает большими объемами и его забанили за то что просто какие-то умельцы в кавычках написали что его товар поддельный а у него есть бренд регистри есть торговая марка и все дела он был просто в шоке ну то есть как он может быть подделкой торговать все он торговой маркой торгует собственной зарегистрированной на Амазоне ему поддержки все сказали у вас недостаточно прав его забанили настолько что он уже даже не мог подавать апелляции в конечном итоге разбанили только в тот момент это американский юрист обращайтесь я ему кстати посоветовал так что без каких-либо проблем за разумные деньги вполне ему разбанили и это были не те фамилии которые назывались в предыдущих лайвах так что их достаточно много юристов просто надо по деньгам и по так скажем то есть уже по желанию кому-то обращаться я как минимум если позволишь добавлю конечно как его разбанили ему для доказательства своей аутентичности пришлось запустить процесс регистрации торгового знака это было основным принципом его разбана да я просто не успел договорить да так что торговая марка это просто вот действительно это материальная ценность которая будет с вами всегда да там вот есть нюансы там продлевать торговать товаром какие-то категории такие юридические моменты надо уже уточнять для этого есть специалист а не я я просто рассказываю именно как использовать то что мы так скажем можем на амазоне использовать то есть вот торговая марка сейчас вот проверьте просто не поленитесь в чат напишите и спросите зарегистрирована или в процессе регистрации что можно или нельзя я могу сказать что можно как раз хайджекеров этих вот так вот и выкидывать и торговая марка амазон ничего не поменяет То есть он что хочет, может там делает Да, понятно, что в мае месяце они нам сказали, что будет новый бренд регист Будет он привязан к торговой марке или не будет Мне, вот честно могу сказать, до лампочки Потому что Амазон меняет правила раз в месяц То есть правила Амазона одно, правил нет Сегодня мы так будем делать, завтра вот так будем делать Вот, будет у вас сайт личный Потому что все равно Амазон у нас это не единственная и не конечная точка А начальная, надеюсь Вот, соответственно, торговая марка нам всегда пригодится и на сайте, и везде Вот, по поводу патента и патент-пендинга Это чуть-чуть другая вещь Вот, это о том разговору, что огромное количество людей привезли товары Которые в конечном итоге им не дали торговать С торговой маркой более-менее все понятно Написана торговая марка, не написана, не видно Но если вы торгуете тем же самым товаром, который есть у конкурентов, он зарегистрирован Это беда И очень многие люди на этом прогорели Вот, сейчас есть такая проблема Тогда не было возможности за эти 100 долларов проверить То, что спорные товары, рискованные товары Мало конкурентов с таким товаром Я бы всегда посоветовал проверить Это то же самое, как проверка первой партии в Китае Всегда надо проверять И потом надо проверять Но в любом случае, можно сказать, помягче можно работать Вот И получается такая ситуация, что Первое, это проверка в принципе, чтобы не прогореть с этим товаром И потом не бегать У меня куча народа, у которых висит много всякого товара И второй момент, это именно, когда вы напишете в листинге своим, что у вас есть номер потенка Вам будет относиться совсем по-другому В эту нишу гораздо будет меньше влазить Это из той серии Почему ко мне лезут постоянно конкуренты, намного дешевле там торгуют, демпингуют и так далее Да меньше этого всего будет Потому что посмотришь, скажешь Нет, ладно, я мимо пройду, ладно, я мимо Ну, по крайней мере, адекватные, нормальные, которые читать умеют Просто покажите наперед Это вытащите, там, я не знаю, третьи фотографии, например, в листинге Вот, напишите номер патента, все дела официально, там, туда-сюда Адекватные, все отвалят Вот, никому это не надо Проверил, отвалил, все Или, в крайнем случае, вам письмо напишут, вы им ответите Вот, и второй момент как раз о том, что об атаке Об атаке, ну, это опять принцип новизны То есть, итог для свежих товаров касается Вот, здесь уже вы можете постепенно конкурентам писать письма С предупреждением, что вы потом можете предъявить им за то, что они торгуют этим товаром Который вы, в принципе, планируете запатентовать Так что это разные вещи Торговая марка и патент чуть-чуть другое Добавь, Саша, что я не сказал Все абсолютно правильно Все хочу добавить, опять же В первую очередь, при начале торговли Нужно проверять, действительно, вот Торговые знаки, под которыми вы будете работать И, если что-то как-то связано с техническими средствами Или, там, дизайном Обязательно проверять на патентный дизайн Для меня, к примеру, было удивлением Что зарегистрированы дизайны рюкзаков Вот так вот Ну, чудес на свете всяких много бывает И в любом случае, торговые марки и все остальное Не иметь в виду, на Амазоне, на одном аккаунте Вы можете иметь огромное количество, любое количество торговых марок и патентов Это не имеет значения Вы можете торговать разными нишами Да, можно с Амазоном, когда вы будете крупным Вообще, там, разделить аккаунты, чтобы в каждой нише торговали разными товарами Наверное Ну, не знаю, таких еще Я таких не знаю Так, следующий вопрос Можно ли открыть компанию в США С каким-то названием X И от этой компании делать разные бренды Ну, вот так Можно, конечно, а почему нет? Даже есть такой вот более практичный вариант Обычно делают так Регистрируют на физическое лицо Физическое лицо, хозяин, директор Передает своей же компании лицензию И от своей же компании получают Ройалти, так называемую То есть выводят деньги из своей компании Под очень низкий процент Во всем мире Самые низкие проценты на вывод денег Это ройалти Из своей же компании Ну, или он может, в принципе, раздавать лицензии сколько угодно Это его бренд Он может раздать и конкурентам, и кому угодно Главное, чтобы ему платили за это Ну, так вот Что-то новое все время узнаем Ладно, потом переварю это Ройалти Деньги выводить Ладно, пошли дальше Насчет названия торгового знака Как вы думаете, если в названии будет, к примеру, твоя фамилия А второе слово, например, тревел там Ну и так далее Это как раз масло масло, я так понимаю А Козловых Кузнецовых Кузнецовых еще больше фамилий Ну и Козловых, я думаю, тоже очень много будет Да, и тем более в США предупреждают, что фамилии не стоит пользоваться Они в большинстве случаев будут банить, ой, банить, отказывать То есть оба примера стопроцентный Минус отказ Понятно Александр Спитка и что делать теперь, я не знаю То есть Уточните, пожалуйста, по вопросу Живем дальше, ничего страшного не происходит Я имел в виду Я имею в виду в США Так, вам тут уже вопросы пробежались Так, значит, следующий На кого лучше реклить торговую марку? На себя? На свое верлицо? В принципе Это, конечно, нужно уточнять с юристом Какая у вас компания в США Но общая, скажем, рекомендация Регистрировать на себя, на физическое лицо Потому что очень часто арестовывают фирму Блокируют счета и так далее И вместе с ней блокируется и торговый знак И вы теряете свои права Если торговый знак зарегистрирован на физическое лицо То вы Средством лицензии Вы даете своей же фирме Или у вас 2-3 фирмы Всем 3 фирмам выдали 3 лицензии Своего торгового знака Все А если без лицензии То они просто делают А ты на них не предъявляешь им ничего То, в принципе, тоже можно Да Так, ладно Следующий вопрос Индусы насколько компетентны по торговым маркам? Ну, мы можем суппорт написать Вопросов Тикет создайте и спросите Вот То есть, мне кажется Таким образом Ну, я вам хочу сказать Что в США И индусы И все Они очень хорошо прошколены У них очень строго соблюдаются Права интеллекта Да нет Мы не про это Про Поддержку Амазона Там наоборот все Там каких-то, наверное Неграмотных индусов Берут Ну, не знаю Мы уже в шоке от этой поддержки Обнять и плакать Как говорится Так Ага Понятно Именно от того, что Непонятно Но меня знакомый Отправил туда Знакомую На работу Хотели там На Амазон набирать людей И Набирать людей Хотел узнать Ну, может там Бовнутрь как-то Отправить туда-сюда В конечном итоге Человек отправил И Работа заключалась в том Чтобы отвечать на вопросы По бумажке То есть у нее просто дали Там Базовые вопросы Базовые ответы И привет То есть вообще Не обучение Вообще ничего Вот так работает Естественно Ты просто тупо Не знаешь Что ответить Так, дальше идем Есть сайт Где можно посмотреть Патент на дизайн Это вопрос Да Такие сайты есть Конечно Да их много В принципе В общих чертах Можно даже посмотреть В Google Patents Но Google Patents Не дает Четкой картины Действующих Патентов в США То есть В том же самом СПТО Есть Такое понятие Как Заявки Это еще не действующий Патент То что я говорил Что появляются Заявки Которые могут Вспыть Из другой страны Из той же самой Европы Китая Из штата Какого-то То есть В общих чертах Я бы посоветовал Ну Если вам Интересно Что-то в общем То это Google Patents Ну да Там чертежи Все дела Вот эти Можем смотреть Да Так Как говорится Для ликвидации Безграмотности Так Что касается Профессионального Поиска Это естественно Из ПТО И Специальный доступ Оплачиваем И так далее Я так понимаю В европейской Есть другая история Правильно Другие Вот эти вот Не Юпс Топто А вот Какая там Какая там У них Да Там Там Испейс нет Так А если Допустим Указать Дескрипшн Надпись Своего бренда Бренд Нейм ТМ Торговая марка И пугас Прилипал Это не будет Ли нарушением Хотя бы До тех пор Пока идет Про сверки Торговой марки Ну это Про букву ТМ И про букву Р В принципе Юридически Не совсем Правильно По логике вещей Максимум Что можно написать Это Р Когда ты заявку Подал Можно написать Р Я так понимаю Да Да Но вы можете Писать сразу же Патент Пэннинг У вас уже есть номер Или трейдмарк Нет Патент Пэннинг А торговую марку Если в регистрации Находится Трейдмарк Пэннинг Пишешь И номер Понятно Ну на самом На самом деле Да То есть Тут такое Чисто пантеем Вот Хуже не будет Это точно Но в любом случае Если торговая марка У вас на регистрации Соответственно Вы можете Я так понимаю Также им предъявлять Письма О том Что вы в будущем Можете им предъявлять Правильно Я так понимаю Ну вот То есть Вопрос я думаю Да Уже закрыт По этому поводу Торговая марка Это вещь В любом случае Никакой бренд регистрии Ни старый Ни новый Он не сравнится Потому что Это вы работаете На официальном Юридической основе А это Работаем на игрушечной Которую Амазон нам Сегодня дал Завтра забрал И так далее Можно ли я зарегистрирую Давай Че Хороший торговый знак Со временем Перестает в бренд Который просто Сам бренд будет стоить Ну это понятно Это в него надо вкладывать Чтобы он что-то стоил Надо в него сначала Что-то вложить У нас такие бренды Наша задача сейчас просто Все достаточно тривиально На начальном этапе Мы не можем Деньги лишние вкладывать Потому что мы не понимаем Что за бизнес Вообще пойдет Не пойдет Товар и так далее Когда он пошел Мы хотим начать зарабатывать Мы начинаем зарабатывать То есть хорошая наценка Хороший объем И у многих достаточно То есть я уже вижу Там сотнями Кто в день продает Одной позиции Там десятками Уж вообще полно Соответственно Эти люди уже естественно Возмущаются Первое это демпингу А второе Это соответственно Прилипало То есть с демпингом Как можно бороться Соответственно Патент пендинг То есть что вот их душить Начинает потихонечку А с прилипалами Это и патент И торговая марка Тут все вместе Вот Торговая марка В принципе закроет На 100% Просто через поддержку Они сами спрашивают Когда мы говорим У нас бренд регистр есть Они говорят Нам нужна торговая марка Ну по крайней мере У нас такая история Вот и все Так значит Можно ли регистрировать Торговую марку На двоих людей Конечно Без проблем А ответственность На физическое лицо Не распространяется Ли Ну на хозяина А какая ответственность Может быть На хозяина торгового знака У него только защита Так что Нет Но он если дал Какому-то там Китайцу А он какой-то Дрянь ляпает Нездоровый Ну это проблема Китайца Полагающая Хозяин В любой момент Может отозвать Лицензию Это указывает Но ему предъявить Ему предъявить могут За то что он дал Какому-то негодяю Свою торговую марку Люди ей доверяют То есть Или у него риск только один Что торговая марка Превратится в пух Да В том что он обесценит Свою торговую марку Это максимальный риск Так Если есть бренд в Китае Бренд в Америке Не зарегистрирован На Амазоне Есть пару позиций Этого производителя Которая совершенно Не продается Можно зарегистрировать Этот бренд на себя Еще раз Есть торговый знак В Китае Если Ну да Есть китайский бренд В Америке Не зарегистрирован На Амазоне Есть пару его позиций Которые совершенно Не продаются Ну не важно Лучше бы чтобы Они продавались конечно Можно ли зарегистрировать этот бренд на себя в Америке, я так понимаю? Да, можно. Но есть маленький нюанс. При получении торгового знака, вот вам дают положительное решение, там есть период в месяц, который называется период оппозиции. Их обычно серьезные китайцы следят за своими брендами, и они подадут вам оппозицию и не дадут получить торговый знак. Это теоретический случай. Но в практике, если китаец, скажем так, не проследит за этой темой, вы получите торговый знак и будете с ним работать. Ну как твои друзья сделали? Вот как твои друзья сделали? У них китайцы были... Главное, доказать, что вы правильно его используете. То есть, допустим, мои друзья сделали свои ароматические масла для сигарет под этим брендом, и они доказали, что они тоже работают под этим брендом. Понятно. Как будто они не китайские, а именно свои. Да. Так что они подстраховались. Да. Так, дальше есть вопрос. Какая страна в приоритете? То есть, если в США подаешь на торговую марку, она будет перевешивать Европу или другие страны? Да неважно. Торговая марка территориальная. В какой стране подали, там она и есть. Там только возможность приоритета, если ты в других странах выше, и вот как вот китайцы могут там... Да, только приоритет. Да, только приоритет. Как обойти патентный дизайн на Амазоне? Варианты. Можно ли докомплектовать как-то товар другими деталями и так далее? Да, конечно. Смотрите, патентный дизайн, в принципе, легче обойти, чем патентное изобретение. Смотрите, патентный дизайн – это форма либо орнамент. Если вы меняете нож с обычной формы на ромбовидную, то нож уже другой, все, у вас другая форма, вы обошли этот патент. Может быть, какой-то орнамент поменять, там рисунок, но это не самый надежный вариант, все-таки надежнее обходить такие патенты формой. Другая форма, может быть, ручка другая, допустим, на примере ножа, да, там добавить какой-то стопор, который изменит форму. Все, вы обходите данный патент. И можете делать свой. Понятно, идем дальше. Если продукт под торговой маркой, который зарегистрирован на вас, как на физлицо, кто-то на нас себе, на нанес себе увечья, но продала его фирма, которая использовала его по лицензии, ответственность за увечья на комбут, короче. Ну, мы уже как бы на это ответили, я так понимаю, правильно? Продавец, продавец, да. Ну, будем надеяться, я как бы не верить, ничего сказать точно не могу. Если в будущем бренд растет, как сделать торговую марку для всего мира, не регистрирующей в каждой стране? Смотрите, есть такое понятие, общеизвестные бренды, так называемые... Глобальные. Общезнаменитые, мировые, да, глобальные, мирового уровня. То есть это как у Кола, IBM, они после какого-то... Они регистрируются, допустим, в первые пяти-десяти странах. Через десять лет, когда этот бренд становится общеизвестным, он может быть зарегистрирован даже в одной стране, в США, да? Но если этот бренд становится узнаваемым для потребителя, вы пишете заявление, но бренду должно быть минимум десять лет, если я правильно помню, это европейские нормы. Насчет США точно не скажу. Но есть такой принцип. Вы подаете заявление на то, что у вас бренд общеизвестный, и вам, получается, предоставляют защиту, как общеизвестный бренд, и вы уже не обязаны регистрироваться в каждой стране. Кстати, возвращаясь к вопросу о китайце, если вот о том, как зарегистрировать китайский бренд, если бренд общеизвестный, то китайский, то вам дадут отказ. Так, вот так вот, значит. Ну, там вообще китайских брендов нет, потому что там по десять лет не так много предприятий работали. Ну, и нам, как бы, тоже еще десять лет поработать, так что через десять лет по этому поводу и пообщаемся. Ну, через девять осталось. Девять лет всего. Где лофта? Если отсчет брать от этого, от бренд регистрирования, на самом деле нам надо еще помучиться, еще шесть семейцев получить аргуман. Да. Так, нет видео, видео пропало. Главный интернет есть, ничего страшного, там смотреть нечего на самом деле. Да, сам как раз. Какие... Прямой эфир прерван. Чего все. У меня пока есть. 41 человек, на смотрю. Ну да, ну это просто... Ну, походу, все. Все, кончилось. Ну, все. Ну, я пока вот хотел бы подытожить, особенно вот по поискам. Интересный нюанс, вот когда выбираешь свой товар, очень хорошо детально его изучить и подобрать, посмотреть вот даже эти ключевые слова, по которым продвигается товар. И по ним очень... Когда делается поиск, чем более конкретно описан товар, тем более качественно получается поиск по тем же самым патентам. И из патентов тоже очень много можно подчеркнуть для себя. К примеру, есть патенты, которые давным-давно уже, скажем, потеряли свою силу, но можно посмотреть какую-то идейку и заказать ее у того же самого китайца. Ну и вообще знать общий мировой уровень. Короче, ладно, у нас там опять прервалось почему-то. Так, выключаем. Сейчас заново запущу.